Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Полтора месяца до лета. Апрель в Алтайском крае побил рекорд 50-летней давности по количеству выпавших осадков. Снегопад обострил проблему жильцов многоквартирного дома на Валтайска. Каково это – жить в постоянной сырости и в трещинах? Мы просто боимся, что в один прекрасный момент у нас просто потолок рассыпется или упадет что-нибудь. И замкнет что-нибудь. В Алтайском крае ожидают рост туристического потока в этом году. Готова ли инфраструктура региона к наплыву гостей? Снежный апрель в Алтайском крае побил рекорд 50-летней давности по количеству осадков. Накануне на метеостанции в Черышском обновился рекорд 72-го года. Об этом нашим коллегам из ТАСС сообщили в гидромедцентре Западно-Сибирского управления. Рекордное количество осадков фиксировали метеостанции как в Алтайском крае, так и в Республике Алтай. Эксперты отмечают, что этот апрель стал самым холодным за 16 лет. Такая погода в сибирских регионах связана с воздушными массами, которые пришли из Арктики. А следующие кадры из соцсетей. Из-за необычной для апреля погоды водителей заносило на трассах региона. За прошедшие сутки спасатели несколько раз выезжали на помощь водителям. В ГИБДД сообщают, что на данный момент их сотрудники несут службу в усиленном режиме. В целом наблюдается небольшой рост ДТП. За сутки четыре аварии, в которых есть пострадавшие. Кто бы мог подумать, что к концу апреля край накроют снегом. Многие уже успели переобуть свой автомобиль. Это кадры из Бийска. Два автомобиля, вероятно, на летней резине врезаются в трамвай. Борьба со снегом продолжается и в краевой столице. Напомним, с 17 апреля дорожники работают в круглосуточном режиме. Сегодня ночью на линии работало 75 единиц техники. Увеличено число техники и рабочих для вывоза снега в парках, скверах и на аллеях. Радует, что с завтрашнего дня ожидается потепление. Снегопад обострил проблему жильцов многоквартирного дома Новоалтайска. Уже шесть лет верхний этаж жилого дома регулярно топит, особенно в непогоду. Обслуживающая организация разводит руками, бросить спасательный круг жителям не спешит. Почему, пыталась выяснить Валентина Аскерова. Постоянно у нас крыша уже бежит лет шесть. И в коридоре он там все время все топится, все подъезды и все по лестницам сбегает. Потолок в подтеках, обои отклеились, по стенам пошли трещины. В квартире на Анатолия 39 постоянная сырость. Как только за окнами снег или дождь, жильцы пятого этажа вооружаются. Тазиками так спасаются от наводнения. По словам жильцов, крыша многоквартирного дома в аварийном состоянии. Но управляющая компания ее не ремонтирует. Даже официальные жалобы не помогают. Представители управляющей компании приходили, залазили на крышу, смотрели. Ничего никто не приходил. Вот я последний раз вот это вот увозила в управляющую компанию, реакции никакой. Они просто бросают трубку и разговаривают, не разговаривают. Еще и поднимают цену за коммунальные услуги. Мы платим почти что 10 тысяч. Не с первого раза, но дозвонились в обслуживающую компанию, точнее ее представителю. Он заверил, что специалисты приезжают на вызов жильцов. Вот только это не помогает. Либо не в том месте сделали. Ну то есть там дыры, да, получается? Вы латочный ремонт делаете? Нету там дыр. Вы даже сейчас вылезете на крышу, доступ свободный на крышу. Вы увидите, что там дыры нету. А подтопление почему происходит? Потому что на это, смотрите, за бортом у нас дождь идет, снег идет. За бортом дождь и снег. Отсюда и подтопление. Объяснение максимально странное. Между тем, жители готовы добиваться ремонта крыши и дальше. Планируют жаловаться в прокуратуру. Ведь в квартирах находиться уже просто небезопасно. Мы просто боимся, что в один прекрасный момент у нас просто потолок рассыпется. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Съемочная группа «Толка» и еще несколько журналистов сегодня были вынуждены покинуть зал суда, в котором рассматривают дело об убийстве жительницы Барнаула Елены Подун. Заседания, на которых решается судьба ее бывшего мужа Константина Подуна, теперь будут проводиться в закрытом режиме. Об этом попросила сторона защиты. Гособвинитель и потерпевший предложение поддержали. Напомним, в январе этого года Елену Подун начали искать ее близкие. Позже выяснилось, что женщина мертва, а ее тело находится на крыше дома. Обвинение в убийстве предъявили бывшему мужу Елены. По версии следствия, он задушил ее и замаскировал убийство под исчезновение. Сегодня в суде Ленинского района решался вопрос о допустимости видеосъемки в зале суда. Однако адвокат подсудимого попросил и вовсе провести заседание в закрытом режиме, так как, по мнению сторон, излишний резонанс может не лучшим образом отразиться на детях, которые и так остались без мамы. Кстати, подсудимый с этим также согласился. К другим темам. Промышленные предприятия края остро нуждаются в кадрах. Поиск и подготовка специалистов для целого ряда отраслей в ближайшее время могут выйти даже на первый план. Резко возросшая потребность в людских ресурсах объясняется развитием промышленности в регионе. Так, только в этом году в крае планируют начать строительство нескольких заводов и трех завершить. Итоги работы промышленного комплекса за прошедший год и задачи на этот обсудили накануне в техническом вузе. Его посетил и губернатор края Виктор Томенко. Здесь система лазеров и видеокамер. Лазер на кривых он сгибается. Камер-фиксирует алгоритм, преобразует изгиб. Студенческое конструкторское бюро. Здесь будущие инженеры проектируют, собирают и готовят к испытаниям разные устройства в области агротехнологий. Мы делаем и модели, также и чертежи делаем. То есть это различные детали, сборочные единицы. Одна из уже воплощенных агроразработок, рассказывает губернатору, модернизированная модель для обработки почвы между кустарниками и деревьями. Это устройство скоро должно выйти на рынок. А вот работа по воплощению двух машин для лесного хозяйства, заказ известного российского завода-изготовителя грузовиков, сейчас в самом разгаре. Основные параметры на начальном этапе проектирования, поскольку у нас компетенция именно в области трактора строения, поэтому этим занимались в первую очередь. Студенты-конструкторы политеха уже сегодня на расхват. Уже придумали, где работать дальше? Есть предложения? Да много предложений, конечно. Вы выбираете? Вы на выборе? Не-не-не, они у нас остались. А-а-а, хорошо, давайте вам успеем. И куда мы их не возьмем? В квалифицированных кадрах остро нуждается практически весь промышленный комплекс края. Несмотря на состояние полной неопределенности в экономике в начале прошлого года, к сегодняшнему дню многие предприятия смогли перестроиться. Одни наладили новые кооперационные связи, другие сконцентрировались на внутреннем рынке. А некоторые, благодаря господдержке, и вовсе модернизировали производство, нарастили объемы, докладывает министр промышленности края. Впервые в прошлом году предоставлялась субсидия на приобретение оборудования за счет федеральной поддержки, что позволило субсидировать приобретение оборудования общей стоимостью 258 миллионов рублей. И получатели поддержки взяли на себя обязательство до конца 2024 года создать не менее 511 новых рабочих мест и инвестировать в производство более 8,5 миллиардов рублей. Новые рабочие места должны появиться в целом ряде предприятий. Так, до конца года в крае планируют завершить строительство нескольких заводов. Отделочные фабрики БМК, завода по производству активированного угля в Шипуновском районе и Рубцовской обогатительной фабрике. Всем этим предприятиям нужны будут люди. А между тем и действующие заводы сегодня испытывают нехватку кадров. Прошедшая на прошлой неделе ярмарка вакансий еще раз подтвердила остроту вопроса. Мы действительно испытываем сейчас уже острую потребность в качественных кадрах. Поиск специалистов, говорит министр промышленности, ключевая задача. Только на предприятия, работающие с оборонзаказом, до конца года нужно привлечь минимум 2700 человек. В отрасли легкой промышленности помочь хотя бы частично закрыть проблему должен проект «Профессионалитет». По нему, начиная с 2024-го, ежегодно обучать и устраивать на работу будут 75 швей. Что касается других заводов и фабрик, их руководство совместно с министерством разрабатывают поэтапный план. Остается надеяться, что высокая конкуренция за кадры приведет в итоге к реальному повышению зарплат. В России в этом году прогнозируют рост турпотока на 5% или на 7 миллионов человек. Речь о внутреннем туризме. В стране даже определили 18 приоритетных направлений для отдыха. Алтай в этом списке. В Москве на совещании обсуждали состояние инфраструктуры. Иными словами, готовы ли мы встречать туристов? Так каким образом в Алтайском крае и Горном Алтае собираются повышать комфорт гостей, расскажем в сюжете. Внутренний туризм уплотняется. Прогноз на этот сезон плюс 5% или на 7 миллионов человек больше, желающих увидеть красоты России. Июль – пиковый период, и он все ближе. В Москве уже думают, как перевозить людей. Мы видим, что по Краснодарскому краю, по Москве, по Санкт-Петербургу, по Уралу, по Северному Кавказу такое ощущение, что у нас все-таки в пиковую загрузку у нас места может не хватить. Еще раз сверить необходимость дополнительных рейсов в высокий период, который начинается в июле. По данным Министерства экономического развития страны, авиатранспорт в 2022 году был самым загруженным – 85%. Наполовину наполненной туристами двигались поезда, а вот автобусы и автомобили отдыхающие выбирали реже всего – 36% случаев. В 2023 приоритеты меняются. По подсчетам специалистов, в высокий сезон прирост туристов в месяц составит почти полмиллиона человек. 273 тысячи из них поедут на поездах, 229 тысяч полетят, 144 тысячи остановят свой выбор на автобусах и личных авто. Таковы расчеты по 18 приоритетным для туризма регионам. Среди них и Алтай. В Алтайском крае в плане развития инфраструктуры большие ставки делают на обновление Барнаульского аэропорта, появление нового аэровокзального комплекса. Ведь по данным за 2022 год пассажиропоток вырос на 20% и впервые превысил отметку в 600 тысяч человек. По информации регионального министерства транспорта, проект отправлен на экспертизу. До конца мая в Барнауле планируют получить одобрение проектно-сметной документации и начать строительство на полгода раньше срока. После строительства нового аэровокзального комплекса пассажиропоток ожидается более 1 миллиона человек в год. В этом году за первый квартал 138 тысяч человек, в 2022 году за первый квартал было 108 тысяч человек. В Горном Алтае тоже собираются преобразить аэропорт. По информации правительства республики, сейчас подготовлено техническое задание на реконструкцию аэропорта и строительство нового терминала, чтобы принимать в час не 200 пассажиров, а 500 в 8. Есть и еще более масштабная идея. Власти ищут оптимальный вариант местоположения новой автодороги к природному парку Белуха. 50 километров трассы должны соединить поселки Тюнгур и Инигень. Объездной путь сейчас составляет почти 300 километров. Строительство автомобильной дороги обеспечит прямую транспортную связь Усть-Коксинского и Ангудайского районов, а также позволит сократить расстояние и сделать более комфортным проезд от города Горно-Алтайска до села Тюнгур. Начало пути к природному парку Белуха. Автомобильный транспорт для туристов Горного Алтая основной. Чаще всего приезжают туда с сибирскими номерами. Впрочем, и передвигаться по двум Алтаям, и возможно на машинах, и конечно лучше на личных. Так что если вы планируете отдохнуть дома, учитывайте этот фактор. Анастасия Дорогань, День с толком. Барнаульцы смогут бесплатно добраться до городских кладбищ в родительский день. Напомним, в этом году он выпадает на 25 апреля. Сейчас власти формируют интервал работы транспорта и количество автобусов, которые будут работать на линии. Таким образом, 25 апреля с 7 утра до 6 вечера доставлять пассажиров бесплатно будут по следующим направлениям. До Михайловского кладбища можно будет добраться автобусами с конечной остановки поселок Урожайный, до Ганьбинского автобусами с остановки гипермаркет Алтай. Автобусы с остановки площадь Текстильщиков, а также трамваи с Малаховского кольца до депо номер 3 доставят горожан до Власихинского кладбища. До Черницкого можно будет доехать на автобусе с Кордона и трамваями от депо номер 1 до остановки Кордон. На этой неделе во всех храмах Алтайского края колокольный звон будет раздаваться не по расписанию. Связано это с давней традицией. На этой неделе в колокол может ударить любой желающий. Наш корреспондент сегодня постигал лазы колокольного звона и узнавал, почему стоит звонить в колокола. Мы его называем постовой колокол или будничный, потому что на будни в него звонят звонари. Однако на пасхальной неделе в него может позвонить любой желающий. Это целая традиция, зародившаяся еще в Древней Руси. Колокола до революционных времен состоят из сплава меди, цинка и даже серебра. Последний элемент, согласно старым поверьям, добавляли ради более чистого звучания. Конечно, жемчужина Покровского кафедрального собора – это вот этот колокол-благовест. 1250 килограмм. Его звон при хорошей погоде слышно на несколько километров. Послушайте. Он считается главным в храме Покровского собора. Его роль – быть сопровождающим для других, более маленьких колоколов. Вот это большие колокола, на них мелодию не сыграть, потому что они педальные. А тут если просто мелодию сыграть, то не очень слышно. Можно мелодию сыграть, любую мелодию сыграть. Например... Их называют «зазвонные». В связке таких может быть до четырех. У каждого свой тембр. Они же задают темп всей музыки. А вот среднеразмерные варианты – это подзвонные. Служат для украшения мелодии. Со стороны вся конструкция напоминает орган. Но за колокола может встать и человек без музыкального образования. Да, владыка благословил научиться. Ну, есть у меня небольшие сомнения, потому что мне кажется, что это... Ну, как невозможно научиться стать Чайковским либо Бахом. Так же, возможно, сложно научиться по-настоящему красиво звонить. Но для простых людей самое полезное не красота звучания, а свойство, которое дает колокольный звон. И некоторые люди, когда приходят, чтобы получить благодать какую-то, снисходящую от звука, от звона, прям становятся под колокол, вот так вот. И звонят, звонят в колокол. И они так становятся. И прям вибрируют вместе с колоколом. Вот. И уходят отсюда очень приподнятом таком настроении, в здравии, благополучии. Такую процедуру можно опробовать на себе в любом храме Алтайского края, только в пасхальную неделю. Потом за колокола вновь станут профессиональные звонари. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Куртоп, макароны бешамель и жареные бананы. День национальной кухни спустя два года пандемии прошел в Алтайском техническом университете. Иностранные студенты из Афганистана, Египта, Индонезии и других стран рассказали о своих блюдах. И не только рассказали, но и приготовили их для гостей праздника. Как это было, расскажет Анара Шагирова. Чтобы рассказать о своей стране, не обязательно в совершенстве владеть русским. Тем более, что словами не накормишь. А вот национальными яствами и глаз порадуешь, и желудок. Куртоп, самса, манты, больше 30 блюд приготовили сегодня иностранные студенты технического вуза ко дню национальной кухни. Это дульман. Добавляем мясо, рис и картошка чуть-чуть. И лук. И надо лист, и картошка, и все. Где готовили, как готовили? Мы готовили общежитие, седьмое общежитие. Таджикский, узбекский плов и казахские баурсаки. Этим русского гостя уже не удивишь. А вот жареные бананы были на празднике впервые. Их готовил студент из Индонезии. Рецептом он так и не поделился, только начал изучать русский. Египетские же студенты рассказали, что ради сегодняшнего события с самого утра стояли у плиты и приготовили сразу четыре блюда. Вот это кушарь. Кушарь это рис и макароны, и сальца. И это хумус. Хумус называется нут. И вот это фуль. Фуль это фасуля, и можно добавить вот это томаты и шеснок. В ОЛГТУ рассказывают, День национальной кухни празднуют в ВУЗе больше десяти лет. И традиция эта больше, чем просто блюда из разных стран. Наша Россия это сама по себе многонациональная страна. А плюс еще то, что Россия всегда была центром притяжения других стран. И для нас это очень важно. И мы же здесь рассматриваем не только как отношение к России, но и отношение стран друг с другом. Поэтому наш университет, в частности, становится площадкой для такого межнационального общения. Ну и, конечно, самая любимая часть праздника – дегустация. И здесь ни один стол не остался без внимания. Вкусно, несмотря на различия языков и культур, оно повсюду вкусно. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком. Алтайские хоккеисты впервые в истории стали серебряными призерами Кубка Федерации. В пятом матче финала они проиграли Кубку ЦСКА в ВВС со счетом 3-0. По итогам предыдущих встреч в Самаре и в Барнауле наши хоккеисты уступали соперникам со счетом 3-1. Поэтому на родине летчиков они оказались в позиции догоняющих. Желание отыграться привело лишь к большому количеству удалений. Численное преимущество в два игрока помогло хозяевам площадки забросить первую шайбу. После второго гола и удаления одного полевого со стороны самарцев, Динамо Алтай решили снять вратаря и выпустить шестого игрока для атаки. Тактика себя не оправдала. В опустевших алтайских воротах оказалась третья заключительная шайба. По итогу сезона наши взяли серебро, до золота так и не дотянули. Где будет выступать Барнаульский клуб в следующем сезоне, пока непонятно. Ну а прямо сейчас Динамо Барнаул на своем поле принимает гостей из Чувашии. Команду «Химик Август». Решение о проведении матча было принято сегодня днем на совещании. Игра была под большим вопросом из-за погодных условий. Так, рабочие несколько дней упорно готовили поле к встрече команд. Очищали его от снега и наледи. В самом клубе ранее пообещали, что угостят всех болельщиков горячим чаем. Наши корреспонденты сейчас тоже следят за матчем. Чем завершилась встреча, расскажем завтра. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...